Ланерка события, текст, монтаж, проработка тем, звонки респондентам, дедлайн в виде эфира. Таков каждый день телевизионного журналиста-новостника. Здесь, в Ньюзруме Госканала, ежедневно подводят итоги Дня страны. Почти четыре года это делает и Сария Смыр. Корреспондент признается, готова заниматься любимым делом еще одну вечность. Приходя сюда, потом уходя на съемки, я понимаю, что с каждым днем я все больше и больше втягиваюсь в это дело. Мне это интересно. И, наверное, нашу работу выполнять, если ты это дело не любишь, невозможно. И сегодня абхазское телевидение – это то, без чего, наверное, я уже не смогу. Заседание правительства, памятные даты, интервью с героями, детские праздники. Что только не снимает новостник в течение своей рабочей жизни. Главное – правильно расставить приоритеты. И Сария с ними определилась. Правда. Наверное, вкладывать душу, говорить правду, доносить людям правду – это, наверное, самое главное для меня. Есть определенные темы, которые всегда для меня были важны, которые, в принципе, имеют какое-то значение не только для меня, но и для остальных журналистов. Тема детей, тема войны, какие-то социальные темы, помогать людям. Когда ты приходишь сюда, и потом тебе звонят и говорят, что ты действительно кому-то помог, мне кажется, это бесценно. И еще более бесценно сделать все, чтобы вдохнуть в канал новую жизнь. Об этом мы поговорили с руководителем АГТРК Роландом Ганба. Если творческий коллектив может и должен позволять себе жить темами и съемками, то руководство должно думать и о технической части, и о будущем. Сегодня, уже спустя такое количество лет, технический мир, он, естественно, ушел вперед. И, естественно, мы должны соответствовать этому времени. Сейчас, семимильными шагами, мы пытаемся, естественно, что-то поменять, что-то обновить, потому что нам нужно привлечь все население страны к экранам абхазского телевидения. Это будет очень сложно сделать. На каком-то этапе, я думаю, что-то у нас получится, что-то мы будем пытаться переделывать. Но огромная работа у нас предстоит. Поэтапно хотим представлять нашим телезрителям какие-то новые передачи, какие-то новые проекты, новую студию. 25 лет – много или мало? Один день, если речь идет о работе на телевидении. Ведущая новостей Ирина Аршба провела четверть века в эфире Госканала, а совсем недавно стала и сама делать новостные репортажи. Можно сказать, вся моя сознательная жизнь, взрослая жизнь – это АГТРК. Я пришла сюда, мне было неполных 20 лет. И для меня было все сказочно. Люди, с которыми я начинала работать – это Эмма Адлиба, это Зури Каргун, это Руслан Хашик, это Гурам Амкаб. Это, конечно, авторитеты. Очень большие авторитеты. И очень большую школу они преподнесли. Помимо школы профессиональной, АГТРК, безусловно, и школа жизни. Калейдоскоп людей, событий, открытий и ответственных дней. В прямом эфире Ирина не раз сообщала стране самые важные новости. И есть только одна невыполнимая миссия – покинуть телевидение, признается журналист. Я не думала, честно говоря, на тот момент, что это станет моей жизнью. Я думала, что, ну, как все молодые люди, что поработаю какое-то время, и потом… Но потом не произошло, потому что, кажется, телевидение – это действительно на всю жизнь. Это любовь на всю жизнь. И настолько ты привыкаешь жить в таком ритме безумном, настолько это интересно. Каждый день встречаться с новыми людьми, каждый день получать новую информацию. Понимать, что, может быть, мы не всесильные, но что-то мы можем сделать для того, чтобы как-то помочь. Помочь нашим зрителям, помочь нашим гражданам, решить какие-то вопросы. Может быть, на какие-то вещи посмотреть по-другому. 39 лет, сотни человек, прошедших школу Госканала, тысячи часов в прямом эфире, десятки важных событий. Коллектив государственного телевидения сегодня – это команда, состоящая как из молодых, так и опытных профессионалов, многие из которых стояли у истока в АТ. Возможно, именно этот синтез может являться секретом успеха АГТРК. Телевидение с непростой историей, но однозначно светлым будущим. Элинора Гилаян со строку Агуха, Абазатова.